Здравствуйте! В эфире новости Карелии в студии Татьяна Каллеева и главные темы к этому часу. Наталья Павлова единственный официально работающий парикмахер в Калевале. Начать свое дело позволила субсидия от государства. Многодетная семья Ложкиных не может получить льготные билеты на всех своих детей. Почему разбиралась наша съемочная группа? Мы хотим совместить, чтобы это с одной стороны карта кинолокации работала на профессионалов кино, с другой стороны работала на туристический потенциал. Карта кинолокации Карелии появилась на интернет-ресурсе. В Петрозаводской губе Онежского озера стартовала детско-юношеская регата. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» в отношении молодого человека, сломавшего питьевой фонтанчик на набережной Варкууса в сквере Аквамарин. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовали в соцсетях. Это помогло быстро найти право нарушителя. Молодой человек, уронивший короб с фонтанчиком, признался в содеянном и пояснил, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения и не может сказать, что толкнуло его на такой поступок. Он принес извинения жителям Петрозаводска. И сегодня же благоустроенный сквер Аквамарин открылся для горожан. Это новое место для отдыха и прогулок жителей Петрозаводска. Такой подарок сделала компания РКС Петрозаводск к столетию республики. В ходе церемонии Артур Парфенчиков и Ирина Мирожник написали послание потомкам в капсуле времени на 2050 год. За событиями следила наш корреспондент Наталья Ильина. Из заведенных ограничений мероприятие вышло не таким масштабным, как планировалось. Но для всех, кто не смог побывать лично, велась онлайн-трансляция. Благоустройством сквера Аквамарин занималась группа компаний РКС Петрозаводск. Это стало её подарком республике к столетию. Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Ирина Мирожник поздравили всех жителей города. Город сегодня, посмотрите, это одна большая стройка. Я проехал, посмотрел. Я такого, проживая в городе многие десятилетия, я, честно говоря, такого не помню. Чтобы весь город, куда не приедешь, везде строители, везде что-то делается, где-то асфальт, где-то новые скверы, где-то старые благоустраиваются. Очень красивое место и излюбленное петрозаводчанами. Они уже задолго до открытия здесь гуляли. Мы ещё потом продумаем, как это всё обезопасить от тех, кто не радуется благоустроенным местам на нашей набережной. Во время церемонии открытия сквера гости оставили послание потомкам. Была создана капсула времени. В специальный цилиндр поместили карту памяти с видеозаписью, которую будущее поколение сможет посмотреть через 30 лет. Главное пожелание, чтобы в будущем Карелия стала самым комфортным местом для жизни людей. Своё послание оставили и дети сотрудников РКС Петрозаводска. Нас через 30 лет зовите, а всё, что сделано, храните. Природу, знания, уют. Пусть люди в чистоте живут. Теперь жители города могут наслаждаться прогулками в новом месте. Сейчас в сквере вымощены дорожки для прогулок, посажены деревья и кустарники, установлены питьевой фонтан, фонтан-водопад, скамейки, урны, тренажёры для занятий спортом, проведено освещение. Главное наше достоинство и главная наша сила – это люди. И та команда, которая сегодня трудится в Петрозаводске – это наглядное подтверждение. Это же подарок городу. Это же должно доставлять наслаждение людям. Это должно быть приятно. Это должно быть комфортно. Это должно вызывать улыбку, я не знаю, смех. Я надеюсь, что, конечно же, все будут получать удовольствие от этого места, от теплоты, от единения с природой. По-другому быть не может. Благоустройство сквера обошлось компанией в 5 миллионов рублей. В нём принимали участие и сами работники РКС. Многое сделали своими руками и бесплатно. Сотрудники верят, что петрозаводчане будут беречь подарок, и сквер станет украшением города. Наталья Ильина, Сергей Беляев, Служба новостей. Спикер республиканского парламента Элисандр Шанталович заявил, что Карелии удалось в кратчайшие сроки подготовить систему здравоохранения к борьбе с COVID-19. И большую роль в этом сыграло последовательное увеличение финансирования сферы медицины в предыдущие несколько лет. Так, в 2019 году в медучреждения Карелии были поставлены 36 новых машин скорой помощи. С 2017 по 2019 годы в районах появилось 35 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Больницы и поликлиники оснастили компьютерными томографами, и эта работа продолжится. Для того, чтобы поддержать медработников, дополнительно к федеральным были введены региональные выплаты. Причем не только для тех, кто непосредственно оказывает помощь больным с коронавирусом, но и врачей и медперсонала, которые работают с пациентами из групп риска с признаками ОРВИ и пневмонии. Значительная сумма из бюджета республики была выделена на приобретение средств индивидуальной защиты. Минздраву республики удалось создать их двухмесячный запас. Наталья Павлова – единственный официально работающий парикмахер в Калевале. Начать свое дело ей позволила суссидия от государства. Посетил и пообещал помочь в решении проблем начинающему бизнесмену глава Карелии Артур Парфенчиков. Подробности в сюжете Алексея Неживенко. Тут, короче, нам делать не надо. Так, хорошо. Жительница Калевала Наталья Павлова решила открыть парикмахерскую, потому что на предыдущем месте работы в местном лесничестве не устраивал график работы. Мать пятерых детей не хотела круглые сутки сидеть в офисе и в январе уволилась по собственному желанию. Немножко, честно сказать, подустала от этой бумажной работы и решила, что-то надо менять в жизни, потому что еще дети маленькие, еще надо работать долго. После оформления всех документов в марте она получила субсидию – 200 тысяч рублей на организацию своей парикмахерской, единственной официальной в городе. Из-за ситуации с коронавирусом открытие состоялось лишь в апреле. Причем, когда по всей республике работа парикмахерских была запрещена, в чистом от инфекции Калевальском районе салоны принимали клиентов. Таким образом, Наталья некоторое время была единственным легально работающим парикмахером во всей Карелии. Дальше вроде как бы дело пошло, у нас парикмахерских нету. Люди, как бы многие так были рады, что у нас открылась парикмахерская. По словам начинающей предпринимательницы, в первое время очередь из желающих подстричься у неё была расписана на две недели вперёд. Новую парикмахерскую посетил глава Карелии во время своего рабочего визита в Калевальский район. Артур Парфенчиков поинтересовался, каким образом государство ещё может поучаствовать в развитии бизнеса Натальи и пообещал помочь, если возникнут проблемы. «Вы смотрите, если какая-то помощь нужна, у меня есть личная страница ВКонтакте. Там можете написать культурно, там «Здравствуйте, я такая-такая, вы меня убили». Глава района пожелал успехов Наталье Павловой в развитии молодого бизнеса. По данным Управления труда и занятости Карелии, за последние восемь лет статус предпринимателей получили больше 80 жителей Калевальского района». Алексей Неживёнок, Иван Пахомов, Служба новостей. В деревне Ууксу Петкеранского района проходят раскопки поселения древнего человека, датируемые эпохами Мезолита-Неолита. Это объекты археологического наследия федерального значения. Работы проводятся в связи с планируемой реконструкцией участка автомобильной дороги Оланец-Вярселя. Объекты, имеющие историческую ценность, как раз попадают в границы полосы отвода автодороги. Работы по сохранению археологических памятников завершат до декабрю этого года. Во время летнего периода многих детей отправляют на дачу к бабушкам и дедушкам. И если нет своего автомобиля, то родители пользуются услугами автовокзала. Герои нашего следующего сюжета уезжали в Беломорск, но купить билеты оказалось не так просто. Все потому, что в семье Ложкиных 11 детей. В ситуации разобралась наша съемочная группа. В семье петрозаводчан Ложкиных скучно не бывает. 11 детей, 6 кровных, 5 усыновленных. У каждого есть свое любимое занятие. В 2020 году Ложкины стали семьей года в Карелии. Живут дружно, трудности преодолевают сообща. Но есть такие, которые без помощи государства и правозащитников не решить. Проезд в общественном транспорте на кружки или на дачу к бабушке до сих пор остается проблемой. На лето родители с детьми уезжают в Беломорск. Четверо ребят едут на машине с отцом, остальные с мамой на автобусе. И когда я стала заказывать билеты обратно, нам полностью их отказались продавать. То есть вы не можете провести на автобусе шестерых детей. Я спросила, почему я мама, я не перевозчик. Я мама, это мои дети. Что мне сказали? Нет, есть закон, где один взрослый везет двоих детей. По федеральному закону Светлана имеет право на проезд с детьми по льготным билетам, вне зависимости от вида транспорта – на поезде, автобусе или самолете. Но по факту с 50% скидкой она может провести только двух из 11 своих детей. Я говорю, а что нам тогда делать? Как нам выехать отсюда? Она говорит, ничего не могу вам сказать. Узнаю все, у водителя согласится ли он взять. После этого я вам перезвоню. Девушка перезванивает и то же самое условие. То есть если вы согласны взять взрослые билеты, мы вам продаем и едете. Вместо двух с половиной тысяч многодетной маме пришлось заплатить в полтора раза больше. Пассажир имеет право, согласно 259-го федерального закона, имеет право провозить с собой двух детей в возрасте до 12 лет. При этом провозная плата составляет не более 50% от общей провозной платы, установленной на данном автобусе на данном рейсе. А остальные дети, если вдруг у родителей или у пикнов детей больше, чем два, остальные дети едут в автобусе за полную стоимость проезда. Это значит, что у мамы, например, троих детей, только двое могут проехать по льготным билетам. Многодетные семьи оказываются в уязвимом положении. К уполномочному по правам ребенка Карелии поступает много подобных жалоб с просьбами помочь решить вопрос. Я считаю, что здесь необходимо вмешаться в ситуацию и попытаться урегулировать вопрос. Ведь перевозчику все равно кого везти, больших, маленьких. Главное для него, чтобы была оплата билета. Я думаю, что в нашем мире можно все изменить, в том числе и федеральный закон, если зайдет во благо детей. И в данном случае я полагаю, что на ближайшем совещании с Российским полномочный по правам ребенка, который состоится в конце августа, мы это просто обязательно обсудим. А пока Ложкина мечтают о семейном минивейне, в котором большая семья сможет ездить и на природу, и в деревню к бабушке. У нас есть автомобиль, есть автомобиль Nissan Tida, но все дети туда просто не умещаются. И даже выезжая на пикник куда-то, муж делает три рейса, только таким образом мы передвигаемся, то есть куда-то выехать, даже сейчас хорошая погода выехать и скупать детей, да, или вообще на природу мы, к сожалению, не можем. Кинотеатры заработают возобновиться маршрут ночного поезда до Питера, а вейпы и кальяны теперь под запретом. Об этом и не только в нашей рубрике «Коротко». Популярная сеть кинотеатров в Петрозаводске открывает свои двери для посетителей 24 июля. При просмотре фильмов средства индивидуальной защиты разрешается снять. С 30 июля возобновляются рейсы ночного поезда Петрозаводск-Санкт-Петербург. Поезд будет курсировать четыре раза в неделю. От коронавирусной инфекции скончался мужчина 1966 года рождения. Это 14-й летальный исход с начала эпидемии в республике. За последние сутки подтверждено 42 новых случая заболевания в Карелии. Выздоровели 27 человек. Госдума приняла законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. К ней приравнены кальяны и вейпы. Третьи сутки в Беломорском районе между озерами Шуизера и Пушновская вдоль канала бегает овчарка и ждет своего хозяина. К себе собака никого не подпускает. Проект информационного агентства «Республика 100 символов Карелии» победил на фестивале «Вместе медиа» в специальной номинации «Лучший подкаст». В финал вошли 11 участников со всей России. Жюри отметило двоих. Радиопрограмму Новосибирского государственного университета и аудиовыпуск о деревне Кинерма-Карельского информационного агентства «Республика». Круто, что это первая такая номинация в истории фестиваля. И здорово, что в этом году нам удалось отобрать сразу двух победителей, которые своими работами символизируют те зарождающиеся тренды на нашем маленьком, на гордом российском рынке подкастинге. Над подкастами «100 символов Карелии» работали главный редактор информагентства Мария Лукьянова, режиссер Алексей Беленинов и ведущая Ирина Калабина, которая стала голосом проекта. Он начался рассказом о Кинерме, одной из самых красивых деревень России и посвящен столетию республики. Союз кинематографистов представил демо-версию сайта «Филминг Инкарелия» с карты кинолокаций в нашем регионе. Воспользоваться этим ресурсом скоро сможет любой желающий, но в первую очередь он пригодится киноделам, как российским, так и зарубежным. Одним из первых с амбициозным проектом познакомился наш корреспондент Эдуард Тур. Профессий много, но прекрасней всех кино. Заменитую фразу из картины «фильм, фильм, фильм» знает буквально каждый из нас. Но на самом деле и внутри кино профессий много, и буквально десятки, и о некоторых из них зритель даже не подозревает. Так вот, есть такой человек «Локейшн-менеджер». Именно он занимается поиском и подбором места локации, которые мы позднее видим в фильме. Говорят, что для специалистов данной профессии Карелия была долгое время белым пятном на карте. Но теперь все изменится. Уже совсем скоро союз кинематографистов Карелии представит миру свою разработку – сайт «Филминг Инкарелия». Он станет верным другом и ассистентом для любой съемочной группы. Его создавали специально под запросы киноделов. Это именно то, что нужно людям. Это то, что мы выявили в ходе проблемных интервью, которые мы проводили не только с кинематографистами в России, но и с зарубежными, в первую очередь с Финляндией. На демоверсии сайта есть десяток локаций, но вскоре их станет больше. Одни места кинематографисты уже облюбовали, они засветились в кино, другие, не менее живописные пока только ждут своего звездного часа. У каждой точки свой профиль. В нем указана информация, которая заранее ответит на многие вопросы. Например, далеко ли место от ближайшего населенного пункта, где можно заночевать или пообедать, а также как получить разрешение на съемки и полеты. Но главное то, что локацию можно осмотреть, находясь в любой точке мира. Здесь, в Белой горе, жили мои предки. Сюда были перевезены партии семейных рабочих с Урала, из-под Екатеринбурга. Работника привезли, они себе отстроили вот эту деревню и назвали ее Белая гора. Мы всегда делаем видео по структуре этого интервью небольшое с человеком. И дальше съемка с коптера, съемка с земли, может быть съемка с воды, для того, чтобы люди посмотрели, как это смотрится в кадре. Создатели проекта считают, кино – это не только искусство, но и огромная индустрия. От ее развития в регионе большую пользу может получить и экономика. Мы хотим совместить, чтобы это, с одной стороны, карта кинолокации работала на профессионалов кино, с другой стороны, работала на туристический потенциал. Заинтересовать режиссеров, а также гостей из других стран и регионов планируют с помощью VR-съемки. Осенью союз кинематографистов начнет работу над виртуальными экскурсиями. Осмотреть экспозицию можно будет в формате 360 градусов с помощью специального шлема или обычного телефона. Если мы на карте кинолокации снимаем таким образом локацию, режиссер, может и оператор, и съемочная группа, они могут посмотреть и сразу ощутить присутствие свое в этом месте. Вскоре познакомиться с кинолокациями сможете и вы. Для широкой аудитории сайт откроют уже этой осенью. Если одна или несколько точек придутся вам особенно по душе, составляйте свой маршрут и отправляйтесь к самым живописным местам нашей республики. Эдуард Тур, Владислав Петров, Служба новостей. В Петрозаводской губе Онежского озера стартовала детско-юношеская регата ко дню военно-морского флота. В соревнованиях приняли участие ученики детской секции корейской спортивной парусной школы. О направлении ветра и правилах вязки морских узлов расскажет Анна Касьянова. Я буду ставить шпринт. Вот, собственно, шпринт будем ставить вот так вот, собственно, чтобы держать этот парус. Это Кристина, ей 11 лет. Парусным спортом она занимается уже два года и успела стать участницей нескольких регат. Язык морских терминов и завязывание морских узлов для нее привычное дело. Последнему, кстати, она даже сама может научить. Вот, это называется восьмерка. И вот сюда. Теорию яхтенного спорта все ученики карельской спортивной парусной школы осваивают в зимний период. Как только позволяет погода, приступают к практике. Яхты-швертботы в сегодняшней регате участвуют трех типов. Оптимисты и юниоры с одним яхтсменом. И кадеты, экипаж которых состоит из двоих. Чтобы все было честно, последовательность яхт в гонке определяется жеребьевкой. В этот раз мы проводим гонку для них интересную, но они так еще не гонялись, насколько я помню. У нас эта гонка с пересадками называется. Поскольку у нас другие школы сейчас не участвуют, то мы можем себе позволить, что каждую гонку ребенок будет на новой лодке. То есть они будут меняться лодками. Оценивают юных спортсменов по-взрослому в соответствии с утвержденными стандартами Международной Федерации парусного спорта. Поэтому помимо управления яхтой, им придется еще следить за соблюдением правил, продумывая каждый маневр. Вот здесь вот понятно, что здесь бакшник, а тут просто фордак. Самая трудная часть – это вот до второго знака. Вот здесь фордак. Когда все приготовления завершены, участники гонки слушают напутственное слово командора и приступают к спуску яхт на воду. Самостоятельно они проверяют исправность всех механизмов и пытаются приноровиться к поведению ветра и волны. Теперь все зависит только от них. «Любая регата для них очень важный день, потому что на каждой тренировке постоянно звучат советы тренера, поправки всякие, да, а здесь они сами по себе, то есть они сейчас покажут все то, чему научились и все то, что умеют. Вообще для гонщика гонка – это картина, которую мы пишем сегодня, сейчас вот она будет один раз». После звукового сигнала у каждой яхты есть еще пять минут на то, чтобы занять максимально выгодную для начала гонки позицию, а наблюдатели и болельщики располагаются на так называемой судейской яхте, с которой отлично видно все участки дистанции. Погода солнечная, ветер юго-западный, юные яхтсмены поднимают паруса, а мы, наблюдающие, желаем им, как всем бывалым морякам, попутного ветра и семь футов под килем. Участникам регаты предстоит преодолеть гоночную дистанцию не менее пяти раз, а если позволит погода – еще больше. Только после этого судьи смогут подвести предварительные итоги и выяснить, кто из юных моряков уже готов отправиться в кругосветное путешествие под собственным парусом. Анна Касьянова, Владислав Петров, Служба новостей. Это были главные новости к этому часу. С вами была Татьяна Калиева и команда Службы новостей. Хороших выходных. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»